Далеко-далеко в той стране, куда можно добраться лишь на ковре-самолёте, стоит удивительный замок – Замок Времени. В стенах замка ровно 12 башен, а на крыше две стрелки, каждая величиной с корабельную мачту. Это самые точные часы на свете. По ним проверяют свой ход небесные светила. У стен замка раскинулись большие озёра. Одно – на востоке, каждый, кто заглянет в него, увидит там своё будущее. Другое – на западе, в нём, словно в зеркале, отражаются наши прошлые. История, которую я расскажу тебе, давно уже покоится на дне этого озера, но когда-то она доставила немало хлопот обитателям замка. Случилось это ранним майским утром. Шёл пятый час. Впрочем, так говорят только люди по своей наивности. Пятый час никуда не шёл. Он сидел на берегу озера будущего и болтал в воде ногами. Из воды появилась минутка-малютка. «Эй, много вас там ещё осталось?» – окликнул её пятый час. «Я – сорок вторая», – ответила минутка и осторожно стряхнула с себя водяные брызги, которые тут же превратились в шестьдесят крошечных секундочек. Минутка внимательно пересчитала своих крошек и, выстроив их в ряд, повела через замок к западному озеру. Тик-так, тик-так, тик-так. Забарабанили по лестнице. Замка десятки малюсеньких башмачков. И вдруг замолкла. Пятый час прислушался. «Что случилось?» – окликнул он новую минутку. «Нам ещё рано», – ответила минутка, глядя наверх. И действительно, большая стрелка всё ещё стояла на сорок втором делении. «Неужели часы остановились?» – подумал пятый час и со всех ног припустился к озеру прошлого. Сорок вторая минутка была там. Она бродила по берегу и что-то искала среди камней. «Ах ты, разбойница!» – напустился на неё пятый час. «Нашла время в прятки играть». «Я секундочку потеряла!» – всхлипнула минутка. «Что же теперь будет?» «Ладно, не реви!» – успокоил её пятый час. «Смотри, чтоб остальные не разбежались, а я схожу в замок к родителям, узнаю, что делать». Пятый час застелил озеро туманом, запер ворота и ушёл. Родители были дома. Ночь сидела у окна, бледный день дремал, положив голову ей на колени. «Ты что-то такой грустный, малыш!» – удивилась ночь, увидев сына. «Будешь грустный, если за одной секундочки две стрелки остановились!» – пробурчал тот. «Не огорчайся, малыш, сейчас мы их сдвинем». Ночь взмахнула платком. В тот же миг тысячи звёзд, сверкающие цепью, опутали непокорную стрелку. Цепь натянулась и рассыпалась, не сдвинув стрелку, даже на полделения. «Придётся к месяцу идти!» – вздохнула ночь. «Может быть, у него найдётся лишняя секундочка?» Месяца дома не оказалось. Он гулял в саду. «Здравствуй, май!» – поклонилась ему ночь. «Нет ли у тебя лишней секундочки?» «Только что видел. Играла тут с пчёлками какая-то секундочка», – улыбнулся май. «Вот солнышко поднимется, отыщем её!» «Как же оно поднимется?» – вздохнула ночь. «Ведь стрелки на башне остановились!» «Вот так новость!» – удивился май. «Ну, ничего! Сейчас они у меня не только ходить, плясать будут!» «Заиграл май на свиреле, заплясали птицы, звери, деревья, кусты, даже башня в пляс пошли!» «Только стрелки не с места! Придётся к году идти, он больше нас знает!» «Нарвал май месяц цветов и отправился в замок!» «Год в ту пору выдался важный!» «Он любил поспать!» «Это ты, январь?» – высунулся из-под одеяла, услышав стук. «Что вы, батюшка?» – улыбнулся месяц. «Я май!» «Не может быть!» – схватил год за календарь. «Как время быстро бежит!» «Уже не бежит!» «Уже стоит!» – загалдели гости. «Секундочка! Часы остановило!» «Секундочка? Та, что меньше минутки?» «Это что ещё за шутки?» – рассердился год. Надел он свой нарядный мундир, пересчитал звёздочки на погонах, отправился на второй этаж к веку. Остановились они у двери с табличкой «Век без вызова не входить!» К счастью, год в ту пору умел читать только название месяцев на своём календаре. Он приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Там горела свеча и скрипело перо. «Ты что, так рано проснулся, карапуз?» Поднялся из-за стола седовалась со старец. «Осмелюсь доложить, стрелки на башне остановились!» – отрапортовал год. «Может быть, старуха Эра часы остановила?» – задумался Век. Когда Век заглянул в её покое, Эра дремала в кресле. «Проснись, матушка! Время остановилось!» – затрубил ей на ухо Век. «Время?» – заморгала Эра глазами. «Сколько веков ему служу, а ни разу его не видала!» Старуха сняла со стены ключ и отомкнула им главную башню замка. Через замочную скважину Век видел, как она дошла до середины башни и, вдруг припав на колени, что-то забормотало. «Бедная старуха!» – подумал Век. Он не подозревал, что в этот момент Эра увидела то, чему служила всю свою жизнь. На холодной каменной плите перед ней лежало крошечное создание, лёгкое, как мновение. Перед ней лежала заблудившаяся секундочка. «Так вот ты какое! Время!» – восхищенно прошептала старая ключница. «Ты, наверное, очень устала! Отдыхай, дитя! Впереди ещё долгий путь!» «Ой!» – пискнула проснувшаяся секундочка. В один момент она слетела из плиты и юркнула под дверь. Тяжёлая стрелка на главной башне замка вздрогнула и перескочила на сорок третье деление. Тик-так, 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 снова забарабанили по лестницам замка десятки малюсеньких пошмачков. В то утро солнце поднялось на целый час позже обычного, но люди не обратили на это внимания. Субтитры создавал DimaTorzok